Около двух с половиной тысяч старооскольцев окунулись в проруби. В Старомосколе было организовано пять мест для крещенских купаний. Омовение в ледяной воде – один из главных обрядов крещения Господня. Многие старооскольцы ныряли в купель еще ночью. К праздничной традиции приобщилась Марина Некрасова. Богом начался праздник. Каждый год в ночь на 19 января православные ныряют в прорубь, празднуя крещение. День, когда в реке Иордан крестился Иисус. Старооскольцы шли окунуться в ледяную воду еще до полуночи. На пляже Юность для этого оборудовали специальную деревянную купель. Верующие без страха ныряют в холодную воду, уверенные в ее целебных свойствах. Большинство из них не сомневается. Крещенские купания не только поднимают настроение, но еще избавляют от болезней и грехов. Вот получилось второй раз за свою жизнь искупаться. Очень понравилось. Бодрит. Не болел. Думаю, не буду. Поможет. Говорят, еще в этот день смываешь из себя все грехи. Вот, надеюсь, очистилась. Болеть, надеюсь, тоже не буду. С особым чувством к обряду омовения подходили те, кто совершал его впервые. Непривыкшие к купанию в мороз давали согласие на интервью, уже переодевшись в теплое. Для меня это был первый раз, когда я купаюсь в проруби. Я очень хотела попробовать. Мне понравилось. То есть, как-то холодно вроде, но весело. Такое чувство удовлетворения, радость. Мне приятно и здорово, что я смогла это сделать. Я собиралась уже года два или три, но все время что-то мне мешало. То я болела, то не получалось просто поехать. Сегодня приехала, получилось. Я довольна. И всех я хотела бы поздравить, всех православных с праздником Крещения. Подарок верующим, особенно чувствительным, к холоду приподнесла и погода. Если в лютый мороз многие так и не решались окунуться, то в этот раз их ничего не сдерживало. Староскольцы в этом году крепких крещенских морозов так и не дождались. Температура воздуха днем была около нуля. И только к ночи спустилась примерно до минус десяти. Однако многие считают, что чем холоднее, тем легче войти в прорубь. Это закаляет и тело, и дух. И как тут не приобщиться к крещенской традиции? Вопреки расхожему мнению, специалисты не рекомендуют нырять с головой. Это может плохо сказаться на самочувствии. Для собственной же безопасности, конечно, не стоит пренебрегать основным правилам. Это не упивать. Многие уже идут по дорогам с бутылками. Меньше принимать пищи, зайти в воду. Желательно не окунаться с головой, потому что может произойти спазм и остановка сердца. Спасатели будут стоять, контролировать ситуацию. Также в местах массового купания дежурила скорая помощь, полиция, казаки и дружинники. На пляжах установили обогреваемые палатки для переодевания. В некоторых местах организовали торговлю горячими напитками. Самые большие очереди на родниках. Не все решались окунуться, но приехали набрать святой воды. Крещенские купания продолжились и сегодня днем. У городских водоемов организовали праздничные гуляния. Чин великого освещения воды на реке Оскол провел благочинный старого оскола Алексей Бабанин. Не просто окунулся, а поплавать в проруби. Среди всех купальщиков сразу видно тех, кто занимается моржеванием. Люди закаленные, наслаждаются ледяной водой и не торопятся выходить. Ночью купала тяна Хмелева. Тоже полынья очень хорошая там у нас. Потом я пришла к дому, облилась тремя ведрами, вынесла на улицу. А еще сегодня мне захотелось сюда. Когда выходишь из воды, в душе такая красота, такая легкость, знаете, как будто бы, ну, килограмм 15 сбросил сразу, это одно. Вот. Не чувствуешь своих лет, которые уже большие, кстати. Вот. И хочется, знаете, обнять весь мир. Любимый в народе православный праздник не обошелся без веселого хоровода, душевных песен и чаепития. Любимый в народе православный праздник не обошелся без веселого хоровода, душевного хоровода, душевного хоровода.